В храме первоверховных апостолов Петра и Павла почтили память 118 погибших моряков, которые находились на борту подводной лодки «Курск», затонувшей ровно 20 лет назад. Напомним, в августе 2000 года произошла страшная трагедия. Затонул подводный атомный ракетоносный крейсер Северного флота России «Курск». Все члены экипажа, а это 118 человек, погибли. Версии гибели «Курска» существует множество. Официальная версия, которую озвучили в 2002 году, выглядит так. Произошел взрыв торпеды внутри подлодки. Вследствие утечки компонентов топлива, взорвавшейся торпеды, произошли возгорания и последующая детонация других торпед. Урок гибели «Курска» остался рубцом у каждого адмирала, офицера, мичмана, у каждого старшины, контрактника и у матроса срочной службы. До сих пор. Те, кто сейчас на боевых постах, те, кто сейчас в запасе, те, кто в отставке, и тех, кого уже нету с нами. Вот эта стена, которая за моей спиной, на ней отражена каждая подводная лодка, которую мы утратили за все время. Часть в бою, часть в аварийных ситуациях, а часть по человеческому фактору. После поминального молебна представители Общества ветеранов-подводников и Сестрорецкого муниципалитета возложили цветы к стене памяти погибших моряков-подводников. У нас все, что касается живого, это всегда символ того, что человек живет вечно. Поэтому мы именно живые цветы вас не разлагаем. Когда на могиле что-то такое искусственное, конечно, может, хорошо, но это все-таки уже какой-то далекий символ. Мертвому мертвому. А мы мертвому, умершему человеку, предлагаем живое. Поэтому давайте с любовью, с новичьей. Вот так вот. И добавляемся в точке, аккуратно. Святый Боже, слава Тим, святый бед, святый бед, святый бед. Субтитры сделал DimaTorzok